Добрый день, уважаемые коллеги! Итак, первый слайдик. Немножечко так, введение небольшое. Почему я решил взять именно эту тему? Посмотрев темы доклада, собственно, посмотрел, что большинство из них касается новых технологий, файмберков в области джала, соответственно, то, что более всего интересует разработчиков обычно. Соответственно, да, тема у нас понятное дело джала, конструирование программного цепчения. И основной момент здесь у нас кодирование. Однако есть маленький нюанс. Конечно, быть приятно программистам заниматься кодированием, да, сейчас я называл кодировщиками в этом плане. Но большую часть времени, к сожалению, приходится тратить на отлов багов в существующем коде или в только что написанной версии. Соответственно, той же самой отладкой во всех ее проявлениях. Таким образом, получается, что статистика демонстрирует, что истинно кодировщики чаще, скорее всего, похожи на навальчиков в этом плане. Больше занимаются отладками, лазением в логах, трассировкой и так далее и тому подобное. Поэтому хочется сделать некоторую диверсию в этом направлении, поговорить немножечко о том, как можно сделать код более качественным, при том себе в удовольствии. То есть, заниматься проверкой, конечно, обязательно необходимо, да, выбором раскладе. Вот, конечно, есть среди нас программисты, пишущие код без ошибок сразу, изначально. Такое случается. Ну, в частности, например, Кенбек про себя говорил, что у него этого никогда не получалось. Ну, я тоже, кстати, часто делаю ошибки. Но не хотелось бы тратить время и деньги, опять же, если говорить о корпоративной разработке, на устранение этих ошибок. Что можно сделать? Сократить время можно достаточно интегрально. Старый, новый способ – модульное тестирование. Модульное тестирование сокращает и время на отладку, и более того, мне лично доставляет удовольствие. Я подсел на эту тему достаточно давно. И, собственно, сейчас без модульного тестирования не представляю свою работу. Ну, хотя бы потому, что в результате модульного тестирования я, опять же, продолжаю кодировать. Вроде, как казалось бы, и навадка, и настройка. Но, с другой стороны, все в том же самом режиме кодирования, доставляющем, соответственно, некоторый драйв. Далее, соответственно, не всегда получается удовольствие от модульного тестирования. Зачастую случается так, что сталкиваешься с каким-то кодом, в котором работать изначально ужасно сложно. Это унаследованный код, легосикод. И, опять же, такой некоторый подход, часто практикуемый российскими командами, да, все, что тебе не нравится, нужно переписать. Конечно, мне тоже ужасно нравится переписывать чужой код, но, к сожалению, время зачастую не позволяет мне это сделать. Или где-два им где-нибудь не забираем, но приходится мениться с тем, что есть. Ну, хотя бы что-то изменять не изменяет в целом, да. То есть, опять же, идти на рехактинг, не осуществляя полное переписывание или даже какой-нибудь гандиозный дизайн, смену архитектуры и так далее и тому подобное. Понятное дело, что подобные процессы весьма сложны, особенно если код ужасно неудобен, мягко выражаясь, там, плохо. С этим кодом, понятное дело, бороться сложно. Огромное количество зависимости, краткости, отсутствие гибкости во всех проявлениях, много неприятностей. И что мы получаем в итоге? В итоге получается, что любой хактинг, проводимый на этой предметной области, уносит кучу дополнительных новых дефектов, но уже на радость тестировщик. Что мы можем сделать здесь, чтобы подстраховать себя, чтобы число ошибок было минимумно? Понятное дело, опять же, покрывать все юнит-тесты. Юнит-тесты на исследованном коде, описанные замечательно Михаилом в известной работе, посвященном коде, в конце я покажу, что за книжку я имею в виду, возможно, вы с ней уже сталкивались. Подобные тесты называются характеристическими. Характеристические тесты – тесты, которые защищают текущее поведение кода, обычно левиза кода, того кода, на который тесты ранее не писались. То есть мы теперь можем смело проводить изменения, и без стресса, как рассказывал Кенбек, получая, собственно, опять же, удовольствие от работы. Ну, собственно говоря, чтобы на эту тему поговорить более детально, хотелось бы привести какой-то пример. Мне кажется, собственно, говорить о программировании без примера – это абсолютно бессмысленно занятие. И пример я это слямзил следующего автора, Брэд, в его работе «Модер Макинг Тулбс» и «Глад Мэкчик». Честно говоря, меня эта работа весьма зацепила. Прочитал ее на сайте Мартина Фауллера в 2013 году, до сих пор отхожу, собственно говоря, с большим удовольствием прочитал. Получил удовольствие от нового ранее неизвестного инструмента, который хотел бы также презентовать и вам. За пример взята некая работа, опять же, возможно, в теме, что часто ТГД демонстрируют примерами из области финансов, в частности, любимая тема «Мами» от Мартина Фауллера и так далее. Вот здесь превращение конвертации одной валюты в другую, некоторый метод, функция «convert from pool», соответственно, два аргумента «front currency» и «stinct to currency», да, соответственно, тоже стоит два аргумента, передаем два струковых значения валюты и получаем в итоге некоторое число бигдельцинга. Ну, если, конечно, не случится эксепшен, предусмотрен отловку всех возможных эксепшенов, можете обратить внимание в конце этого кода, и, соответственно, рантами эксепшен все это оборачивают. Тоже такой замечательный выход из ситуации, чтобы эти эксепшены в дальнейшем никому не валяли. Ну, собственно, ГАКОД, вы видите, достаточно интересен, достаточно уникален в плане хорошести. И вопрос перед нами, как подобный код можно оттестировать? Что можно сделать, чтобы этот корпус побороть? То есть как можно вешать на него и уник тесты? Классический подход в данном случае – это, конечно же, все, что можно закрыть заглушками, а не жмоками. Должно быть замок, оно должно быть закрыто заглушкой. Но здесь ситуация осложняется тем, что огромное количество статик вызовов, прямое обращение к конструктору, огромное количество new, прямая работа с инстансами и так далее и тому подобное. Список всех проблем, связанных именно с тестированием, хотя проблемы видны, конечно, не вложенным глазом. Список всех проблем перечислен на этом слайде. Опять же, статические вызовы, вложенные статические методы, нарушение принципа инверсии зависимости, вызовы внешних сервисов непосредственно из метода, нарушение принципа инверсии зависимости, при работе с файлами, точнее, с потопами. Ну, опять же, то же самое на парсинге происходит у нас, да? И в общем случае, в сложности дублированы. По поводу сложности, то есть, точнее, в данном случае даже отсутствие ясности, можно очень просто выразиться. Здесь этот код, я думаю, висел у вас на экране достаточно долго. Вы не смогли, наверное, детально с ним познакомиться и изучить, несмотря на то, что, собственно, функция достаточно интегрирована. Как минимум, уровень абстрагирования здесь выдан не очень верно. То же самое хотел бы представить, наверное, этот код. Сейчас, секунд. Уже в среде разработки. Я думаю, Intel и JDR открылась, да? Сейчас для показа на экране. Здесь будет понятнее, наверное, как все это выглядит в сумме. Вот я его так полистаю. Когда-то давным-давно, да, разработчики оценивали ясность кода по следующему параметру. Если он весь помещается на экран, значит, код должен быть ясен, да? В данном случае, он даже на экран, если он не поместился. Хотя в настоящий момент, опять же, да, этот трюк я могу проделать достаточно элементарно, да? Вот таким образом. Поместить все на экран, собственно. Ну, качество кода, конечно, не получится. Итак, что мы тут имеем в сумме? Если рассматривать этот метод, он состоит из нескольких основных частей. Первая часть – валидация входящих параметров. Вот по этому месту. Второй момент – обращение к нижнему сервису. Используется HTTP Client. Опять же, из любимой новой Apache библиотеки. Соответственно, обращаемся, получаем в конце концов некоторый буфер. Ну и, соответственно, вычитываем некоторый поток. Вот, собственно говоря, наш поток, из которого мы в дальнейшем вытягиваем информацию. В виде строчки уже. Следующая там, следующая часть. Далее, соответственно, взяли строчку из потока и распарсили еще один участок кода. Ну и из распарсенной строчки уже вытащили нужный нам цифр. Рейд. В данном случае, рейд конвертации валют. Таким образом, получили несколько задач в рамках одного достаточно большого, обращая ваше внимание, статического могу. Давайте вернемся к презентации и посмотрим на каждый из этих блоков отдела. Что мы с собой представляем. Итак, проблемы были обозначены в общих чертах. Теперь об этих проблемах более детально. Первая проблема – вызов статического метода. Собственно, сама по себе статика, конечно, злым не является. С точки зрения ОП, многие даже сторонники ОП-подхода пропагандируют статику с целью поднятия той же самой консуляции. Но в данном случае, с точки зрения тестирования, статика, конечно, выглядит отвратительно. Подцепиться к этому методу с помощью наших ОП бывает не всегда просто. То есть, опять же, статический метод, связанный в момент компиляции, в отличие от виртуального метода, вызываемый код, жестко привязан к вызывающему. Ну и, собственно, так как связь останавливается слишком рано, подменить ее в процессе работы бывает весьма затруднительно. Первая проблема – статический вызов. Вторая проблема, которая у нас здесь есть, уже на коде валидации. Посмотрите, как валидируются аргументы метода. Перед тем, как их провалидировать, мы проверяем все возможные сочетания валют конкурсации. Вот и из какой валюты, и в какую валюту, соответственно. Для этого мы получаем пиндап всех валют, отображение одной в другую, с помощью вызова приватного метода парамзисинклс. Вызов приватного метода из ноты и нашего метода, соответственно, тоже не есть добро, в данном случае, с точки зрения тестирования. Есть, конечно, дилемма, должны ли мы отдельно тестировать приватные методы или осматривать всегда тестовый объект, как черный ящик. Но в данном случае выбор у нас просто банальный метод. В любом случае, используя стандартные методы тестирования, мы должны будем подспудно вызывать этот самый метод карамзисинклс и тестировать его также вместе со своими основными методами. Что здесь можно, кстати, сделать с точки зрения этой валидации? Можно, конечно, сразу попытаться провести эффектуинг, повысить протестируемость данного вызова, но в частности, провести таким паттером, отработать типа паттеринга, как в стакт-класс. Можно сделать вызываемый метод не статическим, а просто в приватном. В частности, в этом случае мы могли бы использовать арсенал спинк, например, для того, чтобы этот метод сделать доступным нашему тестовому методу к классу. Можно использовать, в частности, делегатор, который вызывает статический метод, фактически метод 3-класс, адаптер, в котором, собственно, сами методы виртуальны, но он вытягивает статику на себя. То есть можно было бы много интересного чего проделать ради повышения тестируемости. Но каждый раз, когда ради повышения тестируемости мы уничтожаем инкапсуляцию, мы, собственно, влияем как-то на замысел дизайнера системы, ну и в любом случае усложняем систему. Мне кажется, что мы идем по пути зла. В данном случае, опять же, хотелось бы, не изменяя кода, протестировать его, как минимум начать тестировать до изменения. В этом случае хотя бы могли бы убедиться, что тесты ничего не поломали. Следующий кусочек. Вот еще один кусочек, да, связанный у нас с неприятностями, ну, в чистом виде зло, можно сказать. Это вызов HTTP Client. Используется HTTP Client. Более того, не просто используется, его экземпляр напрямую порождается. Как бы ни говорили, многие авторы многих популярных работ, сейчас не буду перечислять, что неиспользование Нью, да, конструктор напрямую через Нью, это зло, уж на худой конец использовать эстетический метод, и так далее, и тому подобное, все-таки никто нас от этого самого бизорбазия не защищает. Мы, собственно, Нью используем. Хотя бы потому, что это более понятно, более просто, но и более быстро. Вот такую конструкцию я вижу очень часто в ходе, когда, собственно, некий инстант создается через собственный конструкт, и тут же, собственно, присваивается переменной по типу определенного интерфейса. Само по себе путает весьма сильно. Непонятно, зачем используется интерфейс. Наверное, для того, чтобы усилить связанность, чтобы наш код теперь имел импорт и не только на сам инстант, на тип инстанца нашего, да, дефаута, HTTP Client, в данном случае, но еще и на HTTP Client. Ну, понятно, что связанность не есть добро в любом простоле, и надо от нее каким-то образом избавляться. То есть, если уж мы напрямую порождаем наш класс, здесь, инстант нашего класса, нью-дефаута, HTTP Client, почему бы переменную так же не объявить этого типа? Все равно рано или поздно снизу в коде обычно это еще и кастер. Плюс к этому, если уж мы используем интерфейс, да, вот HTTP Client, тогда, наверное, надо как-то избавляться от этого самого конструктора, чтобы не получать нужной, ненужной нам связанности и поднять тестирование с нашего кода. Здесь, правда, в этом коде что-то менять до тестирования, как я уже сказал, не хотелось бы. Ну, и здесь можно, опять же, использовать интерфейс, позволяющий подменить вызываемый статический метод, или в данном случае вызываемый конструктор. И еще раз обращаю ваше внимание, что здесь у нас подобных вызовов, подобных вызовов конструктора два. Default HTTP Client и HTTP Get. После чего обращение к инстансам наших элементов. Еще одна проблема. Здесь у нас нарушение принципа инверсии зависимости. Фактически мы сейчас работаем на бизнес-логике, у нас есть некоторый метод, занимающий эти вычисления по бизнесу, и этот метод у нас обращается к нескольким деталям. То есть конкретно вытаскивает HTTP Client, то есть конкретно знает, как мы используем, что мы используем для того, чтобы заключаться до внешнего сервиса. Мы склонируем к бизнес-методу, по большому счету, должно быть абсолютно все равно, где мы берем вот эти самые рейты инфляны наших преобразований валют, откуда мы их достаем, берем ли мы их с репсервиса, и тем более, какой механизм мы используем, или с базы данных. Но в данном случае наш склонивый метод знает все, достаточно умеет. И тестированный класс получается также напрямую приватную с HTTP Client. И если мы будем тестировать этот метод, мы вынуждены будем иметь доступ к интернету. Нет доступа к интернету, соответственно, метод по тестированию не будет. Если нет этой проблемы аналогичной предыдущей, мы могли бы опять же сделать инстантливатор. Могли бы сделать фабрику, в частности, меняя это самое. Могли бы, собственно, экстракт-класс делать, вытащить это все в отдельные классы, сервисы для подключения к этому нужному нам внешнему HTTP сервису. Но, опять же, проводить все эти редизайн-манипуляции мы не можем, пока не убедимся в том, что класс у нас работает правильно. Опять же, начинать надо с теста. Следующая проблема связана с использованием механизмов ввода-вывода, в данном случае потопа. Обращаю ваше внимание, что здесь у нас есть. Получение ответа от сендера, вытаскиваем некоторый результат. Через entity, которую мы взяли с HTTP клиента. Некоторая сущность, полученная нами. Из нее вытаскиваем поток. Ну и набиваем, соответственно, результат в кухе, который потом превращаем в нужную нам строчку для паркса. Проблемы все те же самые, что в предыдущем случае. Опять же, нарушение нее всезависимости, использование нее, использование напрямую конструктора. То есть, имеем все то же самое. Опять же, код, конечно, предыдущий, не очень сложен. Вот если его в таком виде выразить, если бы это было отдельным методом сделано, агрессивная декомпозиция, которая призывает, это же самая Marking Power, проведена. Прочитать это можно было, хотя, опять же, не пять в проще, под минус взглядом, оно приходится вчитываться. Так что, с точки зрения, например, того же самого Дерешки-Боба, это все-таки код достаточно сложный. Можно было бы провести декомпозицию, чтобы на методах классов говорили реализацию, чтобы остатный уровень у нас был достаточно грубым, чтобы на этом уровне мы могли описывать наши намерения, прежде всего. Но в этом случае, опять же, придется полагаться на эффектурии. А эффектурии без теста, к сожалению, вещь весьма опасная. И еще один кусочек парсинга. Здесь достаточно грубо, чистый краткод, мы решаем эту задачу в окку, разбираем строчку пишет, все, как вы понимаете, в виде HTML, находим, соответственно, стартовую позицию, с которой мы начинаем считывать значения, находим финальную позицию, между этими позициями вытягиваем под строчку, парсим, сплитим по равенству, сплитим по пробелу, такая небольшая махинация, для работы со HTML, вытягивания нужных данных, и получаем, в конце концов, интересующую нас циферку, строковую виду. Опять же, все те же самые проблемы, перечисленные выше, нарушение версии зависимости, и код достаточно сложен изначально. Целиком, если говорить о методе сумме, понятное дело, что здесь нарушается очень сильно, очень отчетливо нарушается принцип единственной ответственности, single responsibility pensum, понятное дело, что метод решает кучу проблем, если мы хотим модифицировать любой какой-либо из этих элементов, например, сменить уровень, сменить механизм доступа к внешнему сервису, если изменится, например, возвращаемый от сервиса результат и так далее, и тому подобное, все эти изменения будут у нас вложиться в один метод. У нас принцип единственной ответственности, один из основных принципов УП разработки говорит о том, что каждое изменение должно касаться только одного какого-то модуля. Итак, неприятности кода мы посмотрели. Что с ним делать? Вот этот как раз очень типичный пример методистированного кода. То есть, в принципе, мы могли бы повесить на него показаться модуль, но модуль туда никуда не цепляет, где не цепляет. С использованием него, приму использования стабиль, как было показано, использование приват-методов того же самого класса, мешает нам поставить заглушки и оттестировать непосредственно саму бизнес-логу. Что в этом случае рекомендуют ведущие специалисты? Первое, что рекомендуют, отказаться от УП-поп-тойнга. Так как этот процесс будет сложный, и при нехватке опыта может оказаться безыскошным. То есть, перейти на сказанном количестве дефектов в результате. Но это абсолютно, конечно же, не наш путь. Второй вариант – проводить модификацию кода без тестирования на свой старый риск. Вот, собственно, это чаще всего выбираемый путь нашими разработчиками. Во всяком случае, ребята в моей команде чаще всего так себя и ведут по отношению к предыдущему. Есть, правда, еще третий расклад. Все-таки попытаться написать модульные тесты. Но в этом случае нам придется отказаться от привычных, известных, добрых механизмов модуля тестирования, модульного тестирования, таких как, например, известная и любимая всеми Макита. И обратиться в область уже черной магии непосредственно. Это инструменты, позволяющие нам осуществлять подобные сложные операции над не тестируемым кодом. То есть, мы должны отказаться от всех механизмов, в которых заглушки у нас основаны на Proxy, на использовании Proxy, и использовать механизмы, где, собственно, непосредственно производится и мат-классов на уровне Java кода. В большинстве подобных механизмов используют всевозможные приментированные Java, да, соответственно, используют дополнительно какие-то агенты при работе своей. Ну, вот, собственно говоря, герой данной презентации, кого хотелось бы показать во всей его кайзе, это инструмент, называемый GMOFIT, библиотека GMOFIT. Соответственно, позволяющая справиться со всеми перечисленными выше проблемами достаточно февиальным образом. Возможно, многим больше нравится повермок. Но вот как раз, когда говоришь о сложных инструментах, да, тестирование вот таких вот нетестируемых кусочков ноги исправляют молоточки. Вот этот повермок позволяющий ставиться с любыми проблемами достаточно легко, просто непринужденно. Но в этом случае, все-таки, я бы предпочтел вот в тестировании данного кода GMOFIT. Почему? В чем его преимущество? И что он позволяет сделать у Чинкова? Давайте посмотрим. Первый тест, который хотелось бы предложить, это тест, который первый приходит на ум. В данном случае, самый простой. Тестируем, соответственно, всю функцию ConvertFront2 без всяких заглушек вообще. Это самый, что у меня есть, замечательный тест, на котором можно показывать все антипаттерны юнит-тестирования. Но прежде всего, этот тест требует подготовки среди разработки определенной. Среди тестирования в данном случае. То есть мы должны, как минимум, иметь выход в информацию, иначе мы получим новым хост-эксепшн в САЗУЧ. Дальше. Работа этого теста, они независимы. Она зависит от вызова другого метода, currency-simbolts. Этот метод, если вы помните, у нас использовался при валидации входных значений. То есть, в принципе, он зависит от других классов, других методов. Сам по себе не показывает нам грамотную написанную нам бизнес-логику вот этого самого ConvertFront2 метода. Далее. Еще одна проблема с этим методом. Здесь она на слайде не обозначена, но она весьма очевидна. Если мы будем тестировать все через выход в интернет, такие методы тестирования будут у нас достаточно долго выполняться. По правилам хорошего юнит-тестирования, тестовый метод должен выполняться у нас раз, точнее, в одну секунду, где-то порядка 50-100 тестов методов должны быть выполнены. В этом случае, да, выполнение может действительно по горячей клавице или даже по каждому изменению. Разработчик это не особо напрягает. Любой комик, любое движение, да, любое нажатие горячей клавицы, тут же, собственно, быстренько все оттестировали, побежали дальше. Тестирование должно производиться практически в фоновом нижении, постоянно, когда мы уверены, чувствуем, что ничего не сломали. Если же метод выполняется там несколько секунд, разработчик, если его заскипает и вода, чтобы он не мешал работать. Ну и, понятное дело, польза в таком модуном тесте абсолютно нет. Индекрационный тест, пожалуй, да, а вот модный тест не имеет смысла, если он выполняется достаточно долго. Итак, второй вариант, вторая версия. Попытаемся исправить сложившуюся ситуацию. Первое. Мы должны, собственно, первое, что сделать, да, подменить возврат из метода, позволяющего нам провести валидацию, currency symbols. Напомню, что этот метод возвращал все возможные пары для валют наших, конвертации валют. Но, в частности, заложим тут только одну пару, конвертация долларов в евро. Подготовим, собственно, с помощью некоторого метода, достаточно хитенького, да, тут, как раз бы, Java 8 помогла бы все это приводить в что-то более простое. Ну и, соответственно, вызываем дальше наш метод. Итак, как минимум, заглушку на вызов приватного статического метода мы сделали достаточно привязанно. Обращаю внимание, как это производится. Я пишу просто вызов метода, описываю. И, соответственно, далее result, то, что этот метод должен вернуть. Все это попадает внутрь некоторого класса. В данном случае он называется non-stake expectations. То есть, собственно, непроверяемые ожидания. Несколько строк и мокб мной написано. Аналогично с HTTP клиентом. HTTP клиент. Обращаю ваше внимание, как выглядел код у нас. Два раза new. И дальше несколько вызовов созданных инстанцев. Вот здесь инстанция response получен из другого. Что я делаю? Пришло аннотацию moket, тем самым получая нужные мне заглушки. Заглушки пришло на HTTP клиент, на response, на entity. А дальше все так же, как и в предыдущем случае. Строчка, демонстрирующая вызов. HTTP клиент execute. Дальше любой аргумент. Сколько? Типа HTTP request. Ну и result подставляю сюда в следующий мокб. В следующую заглушку. Response getEntity вызов метода. Result подставляю в следующую заглушку. Энтики. Достаточно интервьюальный подход. Обращаю ваше внимание, что здесь я абсолютно никак не мог его HTTP GET. У меня HTTP GET. обхожусь без него. Так как в дальнейшем он мне просто не нужен в моей работе. Он не используется на моей заглушке. Работа с вводом-выводом. Здесь я вместо MOKU использую фейковую часть, фейковые данные. Формирую некатый поток. аналогично тому, что возвращает сервис. Далее, соответственно, по уже известной схеме демонстрирую вызов интересующего мне метода entity getContent. И результат здесь подставляю только что созданную мануэль фейковую. Ну и, собственно, последняя операция. Я сравниваю результат, который получил при вызове метода с использованием уже всех заглушек, которые указаны выше, с тем, что ожидается. Ожидается, естественно, та же самая цифра 0.98, которую я подготовил в моем фейковом объекте. Теперь я даже знаю, что сравнивать. У меня возможность появилась к моему тестовому методу добавить раздел Asset. и он, собственно, тестовый метод, уже имеет некоторый смысл. Реально можно проверить, насколько правильно был проведен процесс, насколько правильно были поведены визовые вычисления. Итак, что получилось? Что мы получили в итоге? Мы смогли сформировать тест на текущее поведение у наследового кода до поведения какого-либо эффекта. Код был нетестируемый, но мы не стали его в прошлом случае улучшать. Мы смогли его тестировать с помощью достаточно сильных, мощных инструментов. Что в минусе? В данном случае, в минусе, прежде всего, большая сложность данного решения. Инструменты покрытия кода с подобным решением уже не справляются в свою очередь. То есть, если для вас эта метрика важна, если вы отчитываетесь, например, перед вашим PM-ом по покрытию кода, здесь надо будет как-то объясниться, почему стопроцентного покрытия у вас уже не осуществляет. Ну и, собственно говоря, опять же, использование агентов, использование, инструментирование, сам по себе процесс не очень приятный. Местами зависит, например, от того, как вы правильно провести пишите зависимости в том же самом PM-маре, в описании проекта. И плюс к этому могут конфликтовать между собой различные агенты. Например, то же самое ГВТ, агенты, которые там у нас используются, могут не очень хорошо себя вести совместно с агентами, используемые и тестируемые. Возможности, которые дает нам подобный инструмент, подобный механизм, возможности нашего инструмента G-Mocket, то, что уже было показано, заглушки на вызов конструктора, на NU, заглушки на вызов статических методов, заглушки на инстанцирование, инжектирование, заглушки на вызов иному, и том частичные, и в том и в другом случае, то есть на каждый день мы сможем повесить заглушки только на интересующие нас элементы. Перехват аргументов, с которыми мы работаем, и проверка, соответственно, как аргументы при вызове, валидация аргументов на вход. Работа с гибкими интерфейсами, очень модные сейчас у нас интерфейсы, всевозможные билдеры, сохранные интерфейсы, PSL, и так далее, и тому подобное. Ну и при всем при этом, даже если мы используем билдеры, возвращающие BIS, при этом при всем подобные библиотеки поддерживают целостность. Целостность тех самых моков по интерфейсу. Вот, собственно, для возможностей этого самого Gmoket, который достаточно хорошо уделяет среди прочих инструментов работы с игрушками. И еще один момент напоследок. Хотелось бы показать, сравнить, как выглядит Gmoket по отношению к связке Makita плюс PowerMock. Уже упомянутый, но PowerMock более популярный, более известный за счет того, что привязан к очень известному фреймбелку заглушивания Makita, фреймбелку тестирования. В принципе, и с ту же задачей может также без проблем. тем более многие считают, что это решение будет более красивым, так как используется DSL, Domain Specific Language в чистом виде. То есть фразы на PowerMock можно читать как на естественном языке фактически. Ну, опять же, со всеми ограничениями, которые нападают на этот Java, совсем на естественном языке не получается. Можете посмотреть, что у нас с левым верхним углом, это Gmok, а в правом нижнем у нас, соответственно, Makita плюс PowerMock. Да, Makita плюс PowerMock лучше читается, лучше сочетается, идеально с точки зрения всех правил написания DSL, но на мой взгляд, Gmoket яснее, как минимум, дает меньше строчек, меньше заставляет меня думать, собственно говоря, более ясен в написании. Ну и, собственно говоря, то же самое хотелось бы продемонстрировать уже в коде. Так, я думаю, презентация. Исчезла, да, появилась идея на экранах. Показываю, соответственно, код. Вот то, что, соответственно, дает нам Gmoket. Изначально идет RunWiz Gmoket класс. Завис, да? Так, сейчас еще проверим. Так, хорошо. Дальше, соответственно, пишу заглушки через аннотации, что уже, в принципе, в современных фреймверках заглушки у нас принято. В самом случае, несколько такая странная аннотация может, да, обычно использоваться просто в других фреймверках. Обращаю ваше внимание, заглушу, точнее, Moket далеко не все. Мне, например, нужен по ходу работы создания пигет элемента инстанца, но здесь я его не мог, просто пропущено, так как он не используется в ходе работы заглушек. То есть, многие вещи Gmoket делает подспудно. Собственно, сам процесс написания внедрения заглушек. Non-stick expectation, соответственно, наш класс перехват вызова статик. Если метод у меня виртуальный, не статический, перехватываю таким же самым образом, созданием класса Non-stick expectations без параметров и, соответственно, на вызов вешаю нужную мне либо Mok, либо Fake реализацию. Дальше, собственно, сам вызов осуществляется. Ну и проверка того, что все пошло успешно. Ну вот, собственно, да и все. Достаточно короткий код, позволяющий протестировать как нужно. Ну, то же самое на PowerMock. Вот здесь обращаю сразу же ваше внимание, что код уже не столь корот, так и не столь прост. Здесь намного больше текста. RunWiz, как минимум, да, уже с дополнением для тестирования статических классов. Следующий момент пишу Moky. Обращаю ваше внимание, так как у нас PowerMock это нечто работающее совместно с Moky, то Moky мне пишется двумя разными способами, что тоже не совсем приятно. Некоторые я пишу через PowerMock, вот здесь Moky и, да, соответственно, PowerMock. А некоторые, соответственно, идут у меня непосредственно через аннотацию Moky. в зависимости от того, насколько мощная должна быть Moky. Дальше, соответственно, следующий этап Fake объект. Ну и подстановки, которые тоже уже были продемонстрированы. Смотрите, что у нас здесь происходит. Отдельно, да, подстановка для статического метода, отдельно подстановка стандартная для виртуального метода, для вызова виртуального метода. В данном случае подстановки для One, для New, точнее, для вызова конструктора. И подстановки в том случае, если мы хотим вернуть реальное значение из нашего существующего работающего метода, вызываем наш метод напрямую. То есть, наш Mok работает в режиме Spy, в режиме Шпион. Еще раз покажу, как это реализовано в Gmoket. В Gmoket мы это вообще не пишем. Если мы в обход Mok работаем непосредственно самим объектом, мы просто это по умолчанию пропускаем. В частности, еще одно маленькое отличие. Множество фигур умолчания позволяющих намного больше. Вот, собственно, что хотелось бы показать. Так, последний аспект. можно считать, что попытался вас агитировать в сторону вот этого интересного достаточно фреймверка, который меня в свою очередь весьма заинтересовал. И последний аспект это литература, где можно с этим познакомиться более детально. прежде всего, конечно же, работа, на которой основывается данная презентация модуль Mokin Tools and Blackmagic, который у Маркина Фауэра на сайте может быть найдено. Веркинг эффективен литература, 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 ну, там, соответственно, много достаточно патриалов в одной репозитории. Здесь надо будет искать по бренчу и, соответственно, кусочек показа. По большому счету, я на этом заканчиваю. Благодарю вас за внимание. Кстати, в слову, хотелось бы сказать, что этот материал подготовлен мной совсем недавно. Я планирую включить его в курсы по KDD, если вас заинтересует более детально со всем этим познакомиться, можно записываться на эти курсы. В настоящий момент вы первые его слушатели. Но если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Так, ссылка на сердце еще спрашиваю. Еще раз, пожалуйста, я вернусь к этому слайду. Ссылка на описание курсов. Сейчас под рукой я, наверное, ее быстро не найду. на сайте Люксофт можно, собственно, посмотреть. Кереди так и называется, соответственно. Ну, еще по практике работы тоже хотелось бы немножко сказать. В настоящий момент, конечно, мокритов очень популярен, вытеснять его джимотом неудобно. Мы с ребятами договорились совмещать. Тем более, что удобно отслеживать. Если человек начинает использовать сложные инструменты типа джимот или повер-мок, на практике работать неунаследованно со своим кодом, что здесь что-то неплохо, что-то нехорошо. Поэтому, да, можно четко делить, используя два инструмента, то же самое Макита, на работе с нормальным кодом, который мы сейчас поддерживаем, и на том коде, который был нами получен, на легоси-коде, использовать что-то более сильное. Например, тот же самый повер-мок, или вот тот же макит, который рекомендует. Что в джимоте можно сделать, что не может Макита плюс повер-мок? Есть некоторые нюансы, связанные с дефектами по повер-моку, конкретно по глючности его агентов, работающих с ГВТ-святки и так далее. Ну, а так, собственно, по мощности они фактически сравнены. Ну, некоторые детали есть отличия, да, в частности, например, повер-мок, он если требуется вернуть в коллекцию, возвращает нуд. А вот джимотет возвращает опять же по умолчанию много больше, он возвращает пустую коллекцию, что бывает более приятно. Ну, а так, по большому счету, они сравнимы. Единственное, что хотелось бы еще раз обратить ваше внимание, что здесь вместо двух инструментов вы используете один, и все-таки мне кажется, что лаконичность это краткость, да, данный случай сестра таланта. Джимотет более краткость, и, соответственно, читается много приятно. Стоит ли тестировать этот код, если он изменяется очень редко, да, если он и так уже покрыт, рефакторить этот код, если он и так уже покрыт тестами. Возможно, что да, не стоит его рефакторить в данном случае, то есть процесс рефакторинга ради рефакторинга я в любом случае не поддерживал. Имело бы смысл рефакторить, отложивать его и так далее, если там появились бы какие-то изменения. Вот в частности, могу сказать, в настоящий момент тот код, который я выложил, если вы его раскачаете, он, честно говоря, нерабочий. По одной простой причине, что сервис, который поставлял информацию по конвертации валют, изменил несколько форматов. Кажется, имелочка другая идет. Можно это все будет исправить, поправить, сделать, изменить фарс. Делать, как раз, вот это выполнено. Теперь это все можно проделать элементарно, как и все по какой-то тестам. Есть ли смысл одновременно использовать gminit и gmoc? Да, я думаю, смысл в любом случае есть. gminit, собственно говоря, дает нам исключительно возможность написать сами тесты, но заглушки хотелось бы писать по-быстрому. Я могу написать заглушки, фейки и так далее, конечно, руками. И многие по одному месту предпочитают делать все своими руками, но каждый раз, когда мне хочется украшить у кого-то немножко времени, я с удовольствием это делаю. Если я, например, не могу легко втянуть рабочий код по навершности библиотечку, элементарно решающую какую-то текущую задачу, я могу повредить код, то для тестирования здесь, конечно, ограничение много-меньше, много сводил, проблема стоит, поэтому втянуть, например, библиотечку в тест для меня, кажется, никаких проблем не составляет. Я могу что-то читать, что-то у них, что-то у них, что-то у них, что-то у них есть. Слава. еще вопросы. Существует ли интеграция Успенг и джемокет? Да, есть интеграция Более того, у джемокет есть возможность инжектировать Что-то хотите, при том даже не только в поля Как это принято чаще всего Но и в документах и так далее То есть записав аннотацию На данный класс, в автоматах получаете нужную инжекцию По большому счету Так можно интегрироваться Например, со спингом Все, что спингу понадобится, будет замечено В этом плане проблем не будет Не планируется ли отдельный курс По тестировочным файнверкам В настоящий момент такой задачи не было Но если будет потребность в этом курсе Материала достаточно много Можно провести хорошее сравнение Сравнительно много файнверков В частности, не только файнверки тестирования Файнверки, опять же Моки, заглушки Мощные различные Есть, собственно, где Сто с чем посравнивать Многие пользуются еще старинными файнверками Те же самые зимок и так далее По большому счету Очень интересная, думаю Может быть, получится тема Но если будет заинтересованность в файнверках Обращайтесь, пожалуйста В наш учебный центр С удовольствием Такой вебинар На прямом углу повести Так, ну, вроде все У меня вопросов больше нет Немножечко можно еще подождать Наверное, да? Может быть, еще не все записали Что хотели спросить Так В чате вопросов Ага Да, еще есть чат вопросов Так, извините Так, еще здесь у нас есть Будет ли презентация в открытом доступе Наверное, вопрос к организаторам Думаю, что будет Думаю, что обязательно будет Какие труды рекомендую Изучать по эффектуингу Java кода По эффектуингу? Ну, прежде всего, конечно, Джошуа Киревски Да, ну, и Мартин Фаулер Да, как по известной популяризатору Они пишут, конечно, несколько так ненаучно Да, о более популярном стиле Но вполне интересно читается Без проблем В этой последовательности, наверное Нет, вообще-то другой Все-таки вначале Мартин Фаулер Да, эффектуингу существующего кода И дальше Джошуа Киревски И эффектуинга паттерна Какая польза от МОКов Если нужно тестировать На реальных данных Из базы данных Понятно, да, что Если нужно это тестировать На реальных данных Польза от МОКов Абсолютно ноль Вот в частности, например Я уже сказал Проблема Сервер у меня стал Выдавать несколько Подгоречных типов Что имел ответ Я это заметил совсем недавно Вот фактически вчера Когда прогнал интеграционный тест Вот тот самый, который был Под версией номер один Который реально обращался к интернету И проверял, что там где Вот только после этого Я понял, что это уже Несколько нерабочий код И надо его изменять Но в таком случае Могу сказать, что Польза от юнит-теста Все-таки есть Это тесты, которые должны Запускаться у вашего Горячей павиши Постоянно на вашей машине Дает к вам спокойствие Дает уверенность Позволяет очень быстро Проводить эффектуин кода И быть абсолютно уверенным Что ничего нигде не сломалось Это прежде всего Но кроме этого Конечно, юнит-теста Дает еще истификацию кода Позволяет быстро сообразить Как нужно вызывать нужный метод Тому, кто этот код в дальнейшем читает То есть, как минимум Даю, юнит-тесты в этом плане полезны Но это не Абсолютно не исключает Необходимости содержать Юнит-тестов еще и редко выполняемые Например, раз в день Да там где-нибудь На continuous integration И так далее Механизмы Интеграционные тесты Все уже в свою очередь Могут сходить в базе данных Поработать с ними То есть, вполне Допускаю Использование И того, и другого механизма То есть, тестирование По всему стеку Вплоть до базы данных И тестирование Непосредственно класса Заглушить все не нужно Они не исключают Другого цели Если какие-то МОКИ для баз данных Ну, для баз данных Почитаю, все-таки Использовать не МОКИ А что-то Стабуль Одним словом говоря Просто какие-то Вопрощенные реализации То же самое Например, загонять Если уж хотим Интеграционно потестироваться Загонять То же самое В память И потестироваться В памяти Чтобы было Несколько быстрее Все это дело Опять же Ну, тут уже вопрос О том, как Разворачивать все это По-быстрому В памяти Поднять ту же самую схему Набрасывать Тестовые данные И после теста Очистить Вернуть все В исходное состояние И так далее И тому подобное Здесь, конечно Возникает куча Маленьких нюансов Ну, а в качестве Из подобных баз данных Можно рекомендовать То же самое Берге И так далее И тому подобное Ну, то есть Тут лучше, конечно Не мог им Отходиться При интуиционном Тестировании Лучше, конечно Заниматься Какими-то реальными Базами данных Ну, например Тут вариант Кибернет Позбис Как вариант Решения задачи Если позбис Загнать в память Что вполне Нормально На тестовых данных Очень достаточно Быстро Все будет Фактически Летать Так Появились еще вопросы В чате На GitHub Не вижу Сорцов Только Комп Откатал Клип А, ну Это нужно Соответственно Вытянуть К себе Всю информацию Переключить Веточку На 3D Это Отдельно Соответственно Бранч 3D На этом Бранче Все и находится Или на GitHub Если через Интерфейс Через веку Посмотреть Соответственно Сверху Вывод Может И GitHub Осуществлять Бэктрекинг Да В принципе Может Но И шуя Трекинг Минимум Точно Да Вот У меня Есть А Правда На у меня Позиционный Моди Открыто Я могу Показать В принципе Если Либо В полном Режиме Сверху Список Задач Как раз GitHub У меня Тут еще Подсказывает Есть Замечательный Добоедение В частности Для наполнения Тестерами данными Вашей схемы Данных Тестерами Режим Тоже Могу Тоже От всей Души Порекомендовать Очень Полезная Штука Соглашусь Ну что ж Вопросы Я так вижу Перестали Сыпаться Есть Еще Веб MVC Сервис Сдал Имеет ли смысл Автоматизировать Тестерование UI Я думаю Автоматизировать Тестерование UI Имеет смысл В любом Раскладе Даже В этом Сложном Стеке Хоть это Медленно Долго Будет Все Крутиться И так Далее По поводу В каком Смысле Когда у вас Есть несколько Итераций Когда у вас Есть Тестеральное Тестерование Соответственно Автоматизированное Тестерование Замечательно Работало На Эгрессионном Тестеровании Тестерование Того Кода Который Уже Бедиться Что мы Не сломали Уже Это реализация Новых Каких-то Фич Исправление Старых Дипетов Если Так То Автоматизированное Тестерование Не имеет Смысл В противном Случа Автоматизированное Тестерование Я бы Испегал Если Конечно У меня Процесс Не Континус Деливи Старшная Тема Почему Потому Что Тестеровщики Это Аникальные Люди Обычно Которые Умудряются Сломать Ваше Приложение Даже Когда Абсолютно Исправны Автомат Так Не умеет Человек Нечаянно Нажал Куда Никуда Получил Кучу Интересных Пагод Самые Тесные Самые Вкусные Дефекты На гонках И так Далее Мы получали От тестировщиков Автомат бы Это Не выдал То Опять же Рамки Автоматизированного Тестерования С моей точки Ну да В частности Селениум И так далее Такие Подобные Механизмы Если нужно Потестировать БД большого Размера Противку Не помещается Что посоветуете Ну а зачем Тестировать БД большого Размера Наверное Это что-то Уже Более Сложное Какое-нибудь Перформанс Тестирование Или просто Реальные Пользовательские Данные Но тогда Да Действительно Можно проводить Тестирование На реальной Базе данных Это будет Медленно Например Осуществлять Его ночью Ночные Сборки Классический Расклад Например Какой-нибудь Использовать Континес Механизм Тот же Самый Дженкинс Очень Популярный На сегодня Копиавтомат Он все Соберет Ночью Определенное Время Запустит Тест И все Пожрукает И выложит Вполне Может быть Подобный Подход Ну да Есть Которые Какие-либо Удобные Плагины Для Моков Для Идеи И Эклипс Плагины Для Идеи Эклипс Для Моков Есть Несколько Платинов Под Это Нжи Юнит Но Я Честно Герои Не Пользуюсь В основном Они Поставляют Всевозможные Шаблоны Под Это Дело Но Честно Говоря На Глячих Клавишах Идеи И так Достаточно Быстро Я могу Вытянуть Любую Аннотацию Любой Метод Так что Честно Герои Не Зало Подъявляю Поэтому Сразу Подсказать Не Смогу Тестирование Noise Scale Баз Данных Тестирование Noise Scale Баз Данных Все То же Самое Только Еще Проще Потому Noise Scale Чаще Живет Память То Тут Не Нужно Дополнительных Стабовых Баз Данных Держать Под Этой Дейл Дан Собственно Можем Тот Самый KVal Держать Непосредственно Памяти Набросали Данные Потестировали Вернулись Здесь Несколько Проще Может Оказаться Правда Бывает Что Scale Достаточно Большая По Объему Даже В тест Все То же Самое Что И С Предыдущим Ключием Откладывать Тестирование На Потом Спасибо За Добрый Слово Сразу Дай Спасибо 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 Ну что ж Я вижу Больше Вопросов Не поступает В таком случае Зашите Отклониться На этом Я закончу Большое Спасибо Что Выслушали Ну и Как всегда Пожалуйста Я оставил Свои Контакты Обращайтесь Обычно Не отказываю Никогда Не отказываю Если Нужно Поконсультировать Что Поконсультироваться И так далее Пытаюсь Чем могу Смогу Помогу Давай Пожаловать На наши Кусы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...